Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Куркмазов. А Светлана Шаганова, вакцинировавшись спутником ВИ, отправилась на курорты Краснодарского края. Сегодня мы поговорим о доброте, о том, кто добро получает и о тех, кто это добро делает. Начинаем, поехали. До того, как Светлана Шаганова уехала на курорты Краснодарского края, мы с ней пригласили в студию телеканала «Россия-1» очень хорошего человека. Руководителя благотворительного фонда территории милосердия Расула Кубанова. И мы расскажем о том, что такое доброта, как ее делают и как ее получают. Доброе утро. Доброе утро, Расул. В период пандемии лично ваш фонд и многие другие благотворительные организации оказывали значительную поддержку. Развозили продуктовые наборы не только малой мощи, многодетным, пожилым людям. Но вы знаете, пандемия показала, насколько вообще люди добры. Потому что я лично была свидетелем, когда звонили к нам в службу информации, люди и говорили, а вот мне принесли не килограмм сахара вместо пяти килограммов, почему так мало. Вы знаете, мне кажется, как людям не помогая, они все равно неблагодарны. Наверное, это не все, не всех касается. Это всегда меньшинство. Поверьте, это всегда меньшинство. Но, вы знаете, всегда бывают какие-то негативные моменты, они больше запоминаются, на них больше акцента. На самом деле большинство людей благодарны. Люди, они понимают ту помощь, которая им оказывается. И действительно, мы всегда получаем и слова благодарности от людей. Ну, бывают иногда критичные моменты. Бывают люди, которые, ну, в общем-то, у многих жизнь сложилась. Это уже действует на таком психологическом уровне. Им уже ничего не нравится в этой жизни. Бывают и такие. Эта благотворительность сегодня уже должна носить такой комплексный подход. Не только там одеть, обуть и накормить, но это должна быть своего рода психологическая поддержка. И сделать так, чтобы семья вышла из этого состояния. Прежде всего, многие попадают в сложное материальное состояние из-за своего морального состояния. Из-за психологической подавленности, из-за каких-то стрессов, которые они получили в жизни и так далее. Поэтому сейчас очень много такого рода проблем. И мы должны поэтому комплексно подойти к вопросу помощи людей, чтобы у нас меньше было таких фактов. Ну, вот сейчас государство в том числе хочет критерии нуждаемости определить. И они даже обращаются к благотворительным фондам. Особенно у вас эти критерии четко расписаны. Скажите, пожалуйста, как определить, человек нуждается или нет? Вот приведем пример. В ауле жалуются, что кушать нечего, морковка дорогая, а огород бурьяном покрыт. Будете им помогать? Будем до определенной поры. То есть... До того, как они посадят огород? До того, как мы сможем им помочь в том, чтобы объяснить, что этот огород бурьяном нельзя, чтобы зарастал. Надо обрабатывать огород. Ну, бывают разные ситуации. Мы действительно занимаемся сейчас уже паспортизацией семьи. Мы знаем про каждую нашу семью все их недостатки и почему они попали в такое положение. Иногда, безусловно, семья полностью сама во всем виновата. Да, вот вся ленность, вот это безделье, бесшабашность, вот это иждивенчество, что им все должны. Вот есть люди, у которых в сознании такое, что все им должны чего-то. Вот с этим надо работать. Я говорю об этом именно из психологической точки зрения. Призывать людей, призывать имамов, церковь православную, к тому, чтобы они работали с людьми тоже на своем уровне. Психологов каких-то. Нужно вводить людей из этого состояния. А почему людям не стыдно стало хотя бы свой огород не обрабатывать? Не знаю. Наверное, кому-то стыдно, кому-то не. Всегда же были те люди, которые бездельничали. Еще в советское время, конечно, за это все наказывалось. Невозможно было, чтобы человек не работал и так далее. Как она называлась эта статья? Тунеядство. Тунеядство. За тунеядство, пожалуйста. Была тогда предусмотрена статья. Я не знаю, мы должны и общество, и государство, и власть комплексно подойти к этому вопросу сегодня. Потому что, наверное, какой-то слом такой, психологический слом на каком-то уровне в 90-х годах произошел с населением. Когда работать было совершенно невыгодно. Когда хорошо жили люди, которые не работали, а воровали, рэкетировали и так далее. То есть было такое время, когда самые успешные люди были самые низкие еще 10 лет назад. Самые низкие по статусу среди общества стали вдруг самыми успешными, самыми богатыми. А сейчас жизнь поменялась? Сейчас есть шанс стать успешным и богатым, если у тебя... Есть. Сегодня уже все равно жизнь другая. Это не 90-е годы и даже не начало 2000-х годов. Сегодня у нас есть очень яркие примеры успешных людей, молодых людей, которые именно своим трудом... Не обязательно быть сыном олигарха. Не обязательно. И достаточно богато живут и хорошо живут за счет своего труда. То ли интеллектуального, то ли физического труда. Многие наши сограждане, когда нам на телевидении звонили, почему мне дали килограмм сахара, соседке 5 килограммов, они это воспринимают как какую-то халяву. Я вам объясню почему. Потому что думают, что вы и многие благотворители дербанят какие-то бюджеты. Может быть, государство, может быть, еще какие-то. Что вы на этом наживаете. А раз вы наживаетесь, давайте и я буду наживаться. Скажите, пожалуйста, откуда деньги? Вот изначально, когда мы начали заниматься благотворительностью, мы с друзьями заложили основные принципы. Откуда у нас будут деньги? Во-первых, до сих пор, вот только в этом году, Министерство труда и социального развития Карача-Черкесии утвердило первый грант за все время для благотворительного фонда территории Милосердия в размере 145 тысяч рублей на медицинский проект. До этого мы не получили ни одного гранта еще от государства. Мы заложили основные принципы. Никогда ни одной копейки, ни одного рубля не брать в качестве пожертвования из-за границы. Это у нас железный принцип, который говорит это сам. И второй принцип – мы работаем за счет простых людей. Все, вот вы не поверите, насколько у нас добродушное население, отзывчивое население. Вы же помните, что случилось, когда с этими двумя детьми там... Ну, таких прецедентов в России нет на сегодняшний день. Вы понимаете, что Карача-Черкесия и Кабардино-Балкария – это не самые богатые, не самые многолюдные субъекты Российской Федерации. Но вот такого масштабного сбора, именно народного сбора Российской Федерации еще не было. А вот можно, пользуясь случаем, спросить. Вот собирали деньги для двух этих детей. Они дошли, уколы были сделаны. Каково состояние сейчас детей? Потому что, вы знаете, масштабное информирование было о том, как деньги собирать, а потом замолкло. Нет, просто, знаете, когда организованная работа массы людей была, и их было много съемок и так далее, она казалась. На сегодняшний день уже это такая работа, когда... Ну, как дети себя чувствуют. Дети себя чувствуют сейчас прекрасно. Обоим им сделали эти инъекции. И Адамчику, и Магомедику сделали эти инъекции. Они чувствуют себя прекрасно сейчас. Все идет в штатном режиме, как положено. Сейчас у них предстоит еще реабилитация. И мы надеемся, мы просим Всевышнего, чтобы они излечились и пришли домой к себе уже здоровыми. Они сейчас оба в Москве находятся до сих пор на реабилитации. А так все уже проделано. Залгенсма, вот тот препарат, пресловутый дорогущий препарат. Они получили в свое время разрешение на ввоз. Консилиум подтвердил федеральный, что им это нужно. И им ввели эти инъекции в Москве. А недавно была оглашена цифра о том, что несколько сотен тысяч жителей России просто голодают. Им денег не хватает элементарно на еду. Скажите, пожалуйста, в Карачаево-Черкесии есть и такие добродушные люди. Существует ли проблема просто голодания? В республике? Да. Есть. А откуда такое происходит, если все вокруг добродушные? Ну, по-разному. Мы же не говорим о том, что там какая-то очень большая часть голодает. Иногда мы вот недавно буквально позвонили люди и обнаружили в одном из селей практически женщину с дочкой, которые живут прямо под небом. То есть, у них свой дом разрушился. Это где? Вот у нас в Карачаево-Черкесии. Не хочу сейчас село называть. Вот я об этом хочу спросить. Вопрос решен уже. Вопрос решили тут же. Когда узнали, один из руководителей вообще другого района, в принципе, он в тот же день решил этот вопрос. Мы привезли и поставили специальный такой деревянный домик, уже где есть все внутри. Подключили им все необходимые коммуникации и поселили их туда на своем же участке. Ну, вы же, наверное, изучали вопрос. Как они оказались на улице? Ну, долгое время они жили в бедственном положении. Потом какие-то там дожди, грозы, что-то смыло, подтекло. Потом разрушилась крыша. И они, испугавшись, что уже под этой крышей не жить. Ну, так и действительно немощная семья. А вот такой вопрос. Они же, видимо, жили в каком-то селе. Там, наверное, есть имам, мечеть, богобоязненные люди. Как такое могло произойти, что вот среди вот такого вот святых людей люди жили под немом? Почему информация дошла до вас? Потому что она не должна была до вас дойти. Вопрос на местном уровне должен был решиться. Соседи должны были помочь. Вы знаете, вот, например, проект Мамад, который у нас есть по строительству домов, изначально он, проект и сейчас, это благотворительного фонда территории Милосердия, это строительство домов для неимущих и так далее. Вот он заложен был изначально для того, чтобы поднять в сознание людей то, что в своем селе, как раньше была система взаимопомощи, раньше не было благотворительных фондов, раньше не было такого. Раньше, если у человека нет дома, село собралось и построило, возвели ему дом и дали. Все, никаких проблем нет. И живи дальше счастливо. А сейчас, к сожалению, с одной стороны, да, есть много добродушных, отзывчивых людей, которые готовы помочь. Но им всегда нужно дать какую-то мотивацию. Им надо дать информацию, что вот там есть такие. Потому что люди в целом заняты, очень много людей заняты своими, какими-то проблемами ежедневными, бытовыми и так далее. Им, может быть, не до конца понятно. У нас сейчас ситуация такая, что на селе даже люди своих соседей уже не знают. Почему? Для сидения в Инстаграме 10 часов времени им хватает, минимум. Да, к сожалению, да. Мы пытаемся бороться с тем, что в каждом селе есть достаточно сил. И этим должен заниматься не только имам, кстати. Глава администрации села, он должен знать каждый дом в его селе. Это же не так много. Это, ну, понятно, главе республики, глава республики может не знать каждый. Но глава села, который из этого села родом, его выбрали там несколько депутатов из этого села. Выбрали, чтобы он... Он же должен знать тоже о каждом доме. По крайней мере, он должен предпринимать... Он сегодня уже есть действительно и некоммерческий сектор, и благотворительные, общественные, национальные организации, которые могут... Фамильные организации. Вот в том случае, о котором я сказал, помог представитель этой фамилии. Он глава администрации, он просто в соцсетях увидел... Может, ему стало стыдно, что его фамилия... Ему стало стыдно, да. А если бы не было бы так публично, может быть, и не помог бы? Я не знаю. Я не могу уже за него говорить. Может быть, если бы он узнал это до этого, он бы пришел и сделал бы это. По крайней мере, он совершенно в другом населенном пункте. Если бы он отмолчался, никто бы про него и не вспомнил. Но он счел своим долгом прийти и помочь. Спасибо большое. Спасибо вам огромное за это интервью. Спасибо. Спасибо вам большое. Таким мы сделали это полезное утро на телеканале «Россия-1». До новых волнующих встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин